Молитва при судебных разбирательствах. Быстрый переход к молитвам. На Руси люди всегда говорили, что не следует бороться с сильным и судиться с богатым. Но как поступить человеку, если вдруг в его жизни все ополчились против него и отдали несчастного и обделенного в суд на ответ и расправу? Что делать человеку, если его собственность хотят разграбить и при этом остаться безнаказанными, а помощь адвокатов стоит неимоверно дорого? Тут человеку остается лишь уповать на милость Божию. Если вы оказались в такой ситуации, вспомните о высших силах, над которыми земные правители не имеют никакой власти. И в данном случае совершенно не важно будет, как вы назовете своего бога, на каком языке обратитесь к нему. Главное, чтобы вы со всей душой и сердцем попросили помощи у бога в делах, чтобы выиграть в суде, тогда удача будет на вашей стороне. Какие молитвы читать перед судом? Если вы православный христианин, вам подойдут такие молитвы, как молитва у иконы на прибавление ума, молитва матери на защиту сына и молитвы святым. Рассмотрим некоторые из них подробнее. Молитва перед судом на удачу сына у иконы на прибавление ума. К величайшему сожалению, в нашей правоохранительной системе суд выносит только 2% оправдательных приговоров. Это говорит о том, насколько ответственно подходят к своей работе следственные органы, выявляя и задерживая всех подряд, а не только преступников. Молитва при святой Богородице перед судом, Богородица при чистой умоле сына твоего и Бога нашего, да даруют они властям. Нашу мудрость и силу, судьям правду и нелицеприятие. Укрепи меня в судный день и мрачи разум лукавых врагов моих в руки твои и сына. Твоего предаю дух мой и тело мое, ты же меня благослови, ты меня помилуй, да будет так ныне и весной во веки веков. Аминь. Поэтому судебная система предпочитает чаще выносить обвинительный приговор, чем находить настоящего виновника в преступных делах. И в тюрьмах нередко просиживают гаданье вина осужденные люди. Читать чудотворную молитву, чтобы выиграть судебный процесс сына, необходимо молитвенно обращаясь к Господу и Богоматери. Молитва «Прибавление ума» окажет помощь в судебном разбирательстве, сделает его исход справедливым и принесет в жизнь заключенного удачу. Чудотворная молитва матери на защиту сына перед судом на удачный исход. Независимо от уголовного дела прочтение молитвы перед судом необходимо каждому страждущему человеку, который хочет выиграть в суде и ищет защиты. И в данном случае удача будет на стороне того, кто сможет предоставить больше доказательств. Но зачастую сбор этих судебных доказательств вызывает массу хлопот. Молитва Пресвятой Богородицы Но удачный исход суда Богородица Пречистая в доме, его же создай себе премудрость Божия. Даров духовных подательницы от мира к примерным ум наш возводящий всех, к познанию разума приводящая. Примя молебно и пение от нас, недостойных раб твоих, с верой и умилением поклонительщихся пред предчистым образом твоим. Уму ли сына твоего и Бога нашего, да дарует властям нашу мудрость и силу, судьям правду и нелицеприятие, пастыря мудрость духовную. Ревность и бдение о душах наших, наставникам, свиренном мудре, чадам послушания, всем же нам дух разума и благочестия, дух смирения. И кротости, дух чистоты и правды. И ныне, всепетая, вселюбимая наша Матя, подай нам умоприбавление, умири, соедини во враждей разделение сущей и положи им соус любви. Неразрешимы всех заблуждших от неразумия к святу истина Христовы, обрати, страху Божи, воздержание и трудолюбию настави, слово. Премудрость и душеполезное знание просящим дару и осени нас вечной радостью, херувимов светлейшей, серафимов честнейше сущая. Мы же, славные делаем, многоразумную премудрость Божию в мире и жизни нашей, видящей устранимся земные суеты излишних житийских попечений. И ум, сердце наше на небеса возведем, якода твоим заступлением и помощью и славу, хвалу, благодарение и поклонение за все в Троице. Славимому Богу и всех Создателю воссылаем, ныне ирисно и во веки веков. Аминь, читать далее. И многим намного легче собрать все то, что лежит на поверхности, а не проводить дополнительные технически сложные экспертизы. Зачастую именно из-за низкой зарплаты правоохранительным органам лень тратить время на сбор доказательной базы, чтобы отвести сына. Бедной матери подозрения в совершении преступления выиграть дело. Для того, чтобы не раскрытое дело не зависло, необходимо поскорее найти того, кто примет на себя роль обвиняемого. И нередко преступные деяния сваливают на невиновных бомжей и подростков из неблагополучных семей или людей, которые стали случайными свидетелями преступления. А срок заключения при аресте может продлиться на долгие годы. Поэтому здесь необходимо читать молитву, чтобы выиграть в суде дело сына. Заключенный должен в своих молитвенных обращениях просить помощи у Николая Чудотворца и у Анны Претичи Анастасии у зарешительницы. Родственники заключенного также должны объединиться и читать совместную молитву перед судом на удачу. Как читать молитву перед судом? Перед тем, как вы соберетесь читать молитву перед судом своего сына, вам следует узнать, что далеко не всякое совершение молитвы и Молитвословие – молитва для суда. Даже если вы станете перед иконой в церкви и будете отвешивать поклоны, это не будет молитвой, а лишь ее принадлежностью. Даже прочтение молбы на память или по книжке – тоже не молитва, а всего лишь инструмент. Настоящее молитвенное обращение должно вызвать возникновение таких чувств к Богу, как самоничижение, преданность, благодарение, словословие, прощение, усердное преподание, сокрушение, покорность воли Божьей. Все, что нужно человеку во время прочтения молитвенного обращения – это наполнить чувствами душу настолько, чтобы сердце не оставалось пустым и, чтобы оно было наполнено чувством, устремлено к Богу. Когда в человеке будут собраны все эти чувства, молитвословие по праву можно будет назвать молитвой и оно окажет немалую помощь человеку. Еще вам следует запомнить, что читать молитвенное обращение на удачу перед судом необходимо ежедневно на протяжении всего времени. Проведение дознания и следствия Прочтение молитвы может происходить на любом языке, при себе необходимо иметь икону Девы Марии и христианский крест. Молиться можно как в церкви, так и дома, а сам заключенный может обращаться к Богу в камеры и даже в зале суда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова